Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и стартовал долгожданный новогодний аукцион. На данный момент в первом раунде аукциона в первой волне выложили вот эти 7 танчиков. Обсудим каждый из них, перейдем к торгам, посмотрим что почем, обсудим до какой цены имеет смысл подождать. Но в любом случае, ребят, не торопитесь покупать танки прям сразу, как только стартовал аукцион. Потому что дальше идет понижение цен. С каждым днем танки будут дешеветь. Ну и потом уже придется их вылавливать по самой низкой цене, дабы успеть его купить до того, как это сделает кто-то другой вместо вас. Потому что количество танков ограничено. Сейчас все обсудим. Что касается количества раундов. Ребят, раундов будет не 3, как было ранее, а 4. И длиться они будут. Первый раунд с 11 по 17 декабря, то есть грубо говоря 6 дней. Второй раунд аукциона с 18 аж по 24 декабря, с 25 по 31 декабря и с 1 января по 7 января включительно. Поэтому не торопитесь, танков будет очень много, ну и соответственно будет что приобрести однозначно. Теперь давайте перейдем на аукцион и обсудим, что конкретно продается, по каким ценникам, что из себя кто представляет, ну и соответственно по какой цене имеет смысл себе эти машины приобретать. Ну а некоторые вообще не имеют смысла. Но перед этим, ребят, хочу порекомендовать вам подписаться на мой канал. Только за сегодня, как вы видите, я выложил уже 3 видеоролика. И в день у меня выходит не менее 1-2 видеороликов и доходит до 5, а то и 7 на разную тематику. Я высветляю абсолютно все новости, которые появляются в игре. Я показываю обзоры на абсолютно все танки, которые появляются на продаже. Ну а когда заняться совсем нечем, то снимаю обзоры на старые и забытые всеми машины, такие как допустим Лупус и много-много всего остального. Ребят, у меня на канале собрана картотека уже более 1100 видеороликов. И каждый из вас ждет вас. Каждый для себя найдет что-то интересное у меня на канале. Ну а главное, это все разложено в интуитивно понятных плейлистах, в которых разберется даже ребенок, потому что каждый из них назван так, чтобы вы сразу понимали, что вас ждет внутри этого плейлиста. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Возвращаемся к аукционам. Что мы имеем? 7 машин. Начиная от легкого танка 6 уровня, тайпа 62 и заканчивая, ребят, десяткой. Что могу сказать от себя? Две десятки на продаже, давайте начнем с самого никчемного. Тайп 62. Ничего собой не представляет, абсолютно неинтересная машина, абсолютно заурядная. Брони здесь абсолютно никакой нет. И, ребят, единственное что, я ошибся, это не шестерка, это семерка, но сути особо это не меняет. Покупать эту машину за 4 тысячи сейчас, сразу со старта, я не понимаю, почему игроки набросились на данные две машины, в частности на Черепаху и на тайпа 62. Вам что, ребят, серьезно, больше купить нечего? Но это мое скромное субъективное мнение. Напишите свое в комментариях, почему вы считаете, игроки набросились и начали раскупать именно эти две машины. Наверное, потому что они, типа, самые дешевые, но не знаю, я за тайпа 62 готов отдать, ну, не более, не более 2,5 тысяч золота, чисто в коллекцию, вот просто, чтобы стоял в ангаре. И да, ребят, если вы посмотрите на ценники на примере того же самого тайпа 62, то на него сейчас цена 4 тысячи. Через 24 часа таймер обнулится, заново будет 24 часа и ценник уже будет 3,5 тысячи на него. То есть он подешевеет на 500 голды. Еще через день он подешевеет еще на 500 голды. И так по каждой машине будет уменьшаться цена. Где-то на 500, где-то, как на Бадгере, на 1000. Всего, ребят, будет 6 вот таких вот изменений цены, но в любом случае до какого-то порогового значения. То есть, допустим, разработчики определили, что дешевле 2000 тайпа 62 они не продают. Ну и, соответственно, на этом цена будет заморожена. Поэтому есть вероятность того, что многие машины опустятся до уровня плинтуса своей цены. И дальше вы их сможете взять абсолютно спокойно по минимальному ценнику. Тайпа 62, повторюсь еще раз, не рекомендую брать вообще. А если брать, то только в коллекцию и максимум за 2500. Что касается черепахи. Ну машина, в принципе, неплохая, как ПТХ, но она, несмотря на то, что хорошо забронирована, является крайне скудной по подвижности и имеет очень унылый геймплей. Поэтому, ребят, ее приобретать я тоже не рекомендую прямо сейчас. Я бы рекомендовал данную машину приобрести себе тогда, когда ценник опустится хотя бы. Ну хотя бы до 6000 золотом, если разработчики это позволят. И то, опять-таки, скорее всего, только в коллекцию. Но не настолько эта машина интересна, чтобы на нее тратить голду. Т-26Е5. Машина классная, машина интересная. Это прикольный танк 8 уровня. Я считаю, что это мастхев в ангаре любого танкиста. Но он очень древний. Он настолько бородатый, он настолько часто появляется на продаже, что он, ну, просто никого не заинтересует. Разработчики хоть и сделали понижение цены каждый раз всего лишь на 250 голды, но навряд ли. Навряд ли данная машина должна производить на вас впечатление той, за которую стоит отдать такую сумму по голде. Я бы рекомендовал данную машину рассматривать к покупке где-то 1000 за 6. Хотя я сомневаюсь, что до этой цены опустится. Короче говоря, не тратьте голду, не покупайте себе Т-26Е5. Он не интересен абсолютно. Вы не найдете там какого-то уникального геймплея. Да, он хорош, он результативен. Он довольно-таки интересен по геймплею. Но все-таки далеко не та машина, за которую стоит отдавать голду. По крайней мере, тогда, когда у нас сейчас, ребят, идет новогодний аукцион. Но это мое скромное субъективное мнение. Вы свое пишите обязательно в комментариях. Продолжаем разговор. Дальше у нас пойдет объект 252-й У. Рекомендую приобрести себе данную машину хотя бы. Хотя бы после двух понижений цены. Вот после этого его можно взять. Машина, опять-таки, не самая крутая на уровне. Есть более интересная. Но если прям уж сильно хочется именно его, то, пожалуйста, после второго понижения цены как минимум. А то и вообще ждите на него плинтусовой цены. Потому что я больше чем уверен, что большого ажиотажа в отношении объекта 252-го У ожидать явно не приходится. Далеко не та тачка, за которой гоняется большинство игроков. Есть машины гораздо интереснее. Что касается ТЛ-720. ТЛ-720 машина крайне посредственная. Да, это условно тяжелый танк. Но он не обладает какой-то крутой броней. Больше похож на средняк. Орудие у него странноватое. Огромная комбашня. Короче говоря, далеко не то, что стоит покупать на девятом уровне. Да и плюс к тому, если прям, опять-таки, точно так же, как с объектом 252-У. Ну, прям очень сильно хочется и чешется и свербит. Подождите, опять-таки, самого нижнего ценника на эту машину. А я уверен, что он появится. Что касается Бадгера и касается М60. И тот, и другой, действительно, крутые, классные танчики. Что касается Бадгера, это просто сумасшедшая ПТ-ха с великолепным углом склонения орудия вниз. Бодрой броней спереди, которую очень тяжело проковырять. Единственная слабая зона, это вот этот вот прямоугольник в нижнем бронелисте. Все. Во всем остальном машина ДПМная, классная, играбельная, результативная. Я рекомендую Бадгера покупать. Но, ребят, рекомендую подождать хотя бы цены в 14 тысяч. Не разбирайте его сейчас. Ну, а лучше всего подождите до 13. А там уже возьмите его при обновлении цены во второй раз. То же самое касается и М60. Но здесь я бы все-таки подождал трех изменений цены, а не двух. Потому что М60, хоть машина и крутая, но тоже довольно-таки давно у нас в игре. Хорошая, результативная, довольно неплохо забронированная. Обладает скорострельным ДПМным орудием. Но подойдет далеко не каждому. И, скорее всего, только умелые игроки смогут действительно на 100% реализовать весь потенциал этой машины. Что же касается Бадгера, то с ним, ребят, справятся даже новички. И Бадгер действительно мечта любого ПТ-вода. Вот такие вот ценники, вот такое вот мнение. И, пожалуйста, не торопитесь раскупать машины. Не берите пример с тех игроков, которые сейчас начали, я не знаю, с какой-то шизофренической паникой, раскупать себе черепаху и тайпа 62-го по первоначальной базовой цене. Это крайне глупый поступок. Давайте подождем до, не знаю, там, хотя бы второго понижения цены. А дальше уже будем приобретать машины своей мечты. Кроме того, ребят, напоминаю еще раз. Дальше нас ждет еще второй раунд аукциона. Третий раунд аукциона. Четвертый раунд аукциона. Поэтому, если вдруг... Видите, сколько машин будет. Поэтому, если вдруг, ребят, вы не видите сейчас конкретно той тачки, которую вы ждали очень долгое время, то не бросайтесь на первую попавшуюся машину. Подождите того, что будет дальше. Возможно, там находится ваша мечта. Короче говоря, ребят, танков будет много. Я думаю, что желающих на них тоже будет. Но тогда, когда ценники будут понижаться. Вот такое вот мнение. Планирую сегодня вечером провести стрим в отношении зацена каждой из этих машин в прямом эфире. Поэтому, друзья мои, приходите вечером на прямую трансляцию. Покатаемся вместе. Заценим все, начиная от типа и заканчивая десятками. Я желаю вам искренне приобрести себе на этом аукционе по максимально выгодной для вас цене самую-самую желанную вами машину. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.